Концертная часть Берестейского бала началась со статистики. Неожиданно, интересно и очень логично. В этом году праздник классической музыки города над Богом отмечает свой первый серьезный юбилей – 10 лет со дня основания. За эти годы первые шаги на подмостках сделали десятки начинающих музыкантов, которые сейчас уже известны не только на территории нашей страны, но и далеко за ее пределами. Вместе с молодым, подающим надежды поколениям, зрителям дарили свое творчество и маститые знаменитые артисты со всего СНГ. Подарок – это бал городу Бресту в замечательные дни Бреста. Но, как говорят, это праздник со слезами на глазах. Здесь и радостного много, но мы знаем, какой город одержал победу, как он сражался, как он стоял, выстоял. И, конечно, какая-то горечь, она и в программе идет. Мы общаемся, встречаемся, брещание, мы любим свой город. И, конечно, приезжают артисты с удовольствием. И здесь подарок сегодня три артиста будут выступать, музыканта. Это просто подарок, я считаю. В этом году впервые в город над Бугом приехал заслуженный артист России, народный артист Республики Дагестан Леонид Серебренников. Порадовался отечественников своим творчеством лауреат международных конкурсов Юрий Блинов. Восторг у публики вызвало и выступление обладательницы гран-при международного конкурса вокального и хорового искусства имени Федора Шаляпина, россиянки Марины Ночкебия. Аншлаги уже давно стали хорошей традицией балла, и этот год не стал исключением. Любовь брещан к классической музыке, историческому прошлому и желание вернуться во времена пышных платьев, обязательного вальса и фортепианного сопровождения гарантируют успех мероприятия долгожителям. Всегда звезды приезжают к нам на Берестейский бал, потом надо заметить, что как-то все наши брещания преображаются, и я думаю, с надеждой даже ждут этого события, поэтому мы его посещаем всегда с удовольствием. Все пришедшие смогли окунуться на Берестейском балу в уже немного подзабытую, но оттого еще более увлекательную атмосферу того периода истории, где баллы были обязательной и любимой частью любого праздничного события.